Добрый день! Время новостей на нашем канале. Меня зовут Яна Аксёнова. Коротко о главных темах. Закон о тишине не работает, уверен многие жители Алтайского края. Доказательством служат десятки историй. Подробности в эфире. Известный советский и российский космонавт Валерий Викторович Рюмин приехал в Алтайский край. Для чего, расскажем далее. Сюда не стыдно пригласить любого человека, который и мир повидал. Один из самых теплых дней сентября ждет сегодня жители Алтайского края. Сколько будет градусов и изменится ли погода к выходным. Закон о тишине не работает, уверены многие жители Алтайского края. Доказательством служат истории, которые они нам рассказывают. Так, семья Гуреевых переехала из Барнаула в поселок Новый в поисках лучшей, а вернее спокойной жизни. Но уже три года покоем только снится. Правда, и спать редко получается. Всему виной дом, по соседству который, сдает собственник для корпоративов, юбилеев и других праздников. Компании порой громко слушают музыку и дебоширят. Закон о тишине нарушают по полной программе. Выпивки, свадьбы, день рождения. Бывает и в ночное время. Но даже если когда и днем, то с утра до вечера громкая музыка. Певцы приезжают, жду справляют за забором здесь постоянно. Матерки, могут там матершинные песни петь. Они, ну, люди выпившие уже, всю субординацию не соблюдают. То есть, все что угодно. Ну, шум, гам. Помимо Гуреевых, от шума страдает около 20 семей, живущих вблизи. По словам владельцев домов, они неоднократно обращались в местную администрацию, но власти не приняли мер. Я напомню, уже полгода в крае действует закон о тишине. Согласно ему, шуметь нельзя с 10 вечера до 8 утра, по будням и до 9 утра по выходным. Кроме того, ежедневно с часу до 15.00. Всего за полгода действия закона в крае административной комиссии составили около 700 протоколов о нарушениях. По мнению краевых депутатов, закон о тишине носит профилактический характер и, возможно, нуждается в корректировке. Мы считаем, что закон работает. Мы понимаем, что далеко не везде и всегда можно составить протоколы. У нас есть неудовлетворенность, что у нас, к сожалению, федеральный закон пока не предоставляет право сотрудникам органов внутренних дел самим составлять протоколы, а не только рапорты могут составить. Такой федеральный закон. Мы уже неоднократно поддерживали предложение различных субъектов законодательной инициативы, что это нужно менять. Но мы считаем, что мы должны искать тот баланс, который позволит и людям спокойно жить, ну и каким-то, может быть, предпринимательским структурам, мы уже про машины не говорим, тоже выполнять свои функции. Но, опять же, мы говорим в совершенно определенное время. К другим темам. 400 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в этом году, получат квартиры. Ключи уже начали вручать некоторым жителям Алтайского края. Новоселов поздравила и моя коллега Анна Муратова. Не квартира, а сказка. Так называет свой уголок Анна Пархатская. Новоселье вместе с тремя сыновьями отметят уже через месяц. Ремонт сделан, остается лишь купить мебель и перевезти вещи. А мечта уже есть. Вот духовочка, как раз, печь мои тортики. Анна не только кулинар, она поет, пишет стихи и занимается дизайном одежды. Квартиру ждала три года и получила ее по закону как сирота. До этого снимала жилплощадь. Теперь ваши ключи. Желаю, чтобы у вас в жизни все сложилось и получилось так, как вы хотите. Хорошо, спасибо. Долгожданные квартиры в этом доме получат еще шесть сирот. Всего в этом году новоселами станут 400 бывших воспитанников центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей. На это выделено более 400 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Эта сумма, кстати, в два раза выше, чем в прошлом году. Квартиры будут закупать также в Новоалтайске, Бийске и селе Новичих. На данный момент получено уже, выдано уже, 170 квартир. То есть, если мы предполагаем, там же цена может меняться по госконтракту, не менее 400 будет. То есть, еще 230 граждан у нас въедут в жилые помещения, но до конца года, либо в начале следующего года. Пока в квартире шел ремонт, Анна Пархатская детально изучила планировку. Она разделит студию на несколько зон, кухню и детскую. На балконе сделает рабочий кабинет и спальное место. К Новому году должно быть уже все готово. Анна Муратова, Денис Кузьменко, Новости. Бульвар на центральной площади Заринска преобразится. Он вошел в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Также в городе благоустраивают 16 дворов. На площади укладывают тротуарную плитку и бортовые камни, где дорога пошла волнами. На эти работы и на установку уличных тренажеров в городском сквере направили более 800 тысяч рублей. Формирование комфортной городской среды – это федеральный проект, который запущен был в 2017 году. И Алтайский край успешно принимает участие. У нас в этом году участвуют моногорода Алтайского края, получатели субсидий. На этот год у нас 233 дворовые территории и 33 общественные территории и парка. К новостям Краевой столицы. Движение транспорта закроют на некоторых улицах Барнаула в связи с проведением Дня города. Давайте посмотрим, по каким дорогам нельзя будет передвигаться. Так, с вечера 8 сентября и до утра 10 сентября движение будет закрыто на проспекте Социалистическом от улицы Молодежной до Мерзликина. Ищите пути объезда. Передвигаться на автотранспорте нельзя будет и по проспекту Ленина 9 сентября с 19 часов и до 22.30 от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова. Закроют и улицу Георгия Исакова от четной стороны Островского до нечетной стороны Островского с 18 до 23.00. Традиционно после проведения праздничного салюта работу общественного транспорта продлят. Подробную информацию и движение транспорта ищите на сайте katun24.ru. И к другим темам. Известный советский и российский космонавт Валерий Рюмин приехал в Алтайский край. Одна из его заслуг практически полтора часа работы в открытом космосе. Сейчас Валерий Викторович отдыхает в одном из санаториев нашего региона. Пообщаться с живой легендой космонавтики удалось моей коллеге Полине Ждановой. О каждом своем полете Валерий Рюмин может рассказать так, как будто это было вчера. Дважды герой СССР, советский и российский космонавт, почти 40 лет назад он совершил полет в космос на 175 дней. На то время самый длительный. Валерий Викторович вспоминает. Тогда он внепланово вышел в открытый космос и провел ремонтные работы. За аппарат зацепилась антенна радиотелескопа. Вне корабля пробыл 1 час 23 минуты. А вот первый полет Валерий Рюмин вспоминать не любит. Тогда экипаж не смог состыковаться с кораблем. О неполадках на борту на земле рассказал честно. Мы после полета не врали ничего. И говорили так, как оно было. Потому что в предыдущие случаи, когда у нас были нестыковки, экипаж в силу своей глупости всегда старался что-то собрать, чтобы себя обелить. Как правило, космонавты, которые боялись рассказать о проблемах, больше никогда не летали. А вот Рюмин после неудачи совершил еще несколько длительных экспедиций. Сейчас мой 79, на пенсии и отдыхает со своей женой в санатории. Поправляет здоровье. Больше всего космонавту нравятся пантовые ванны. Они хорошо помогают от боли в спине и суставах, говорит Валерий Викторович. Да и в целом Алтайский край Рюмину по душе. Всегда не стыдно пригласить любого человека, который и мир повидал, и посмотрел, что и может с чем-то сравнивать. Мы, слава Богу, много ездили, много видели. Валерий Викторович рассказывает, что в последние годы интерес к профессии возрос. И это радует. Признается, если бы вернулся лет на 40 назад, выбрал бы космос еще раз. Полина Жданова, Сергей Балуев. Новости. Приди на выборы, сделай селфи, выиграй автомобиль или один из других 200 ценных призов. Жители Алтайского края могут принять участие в конкурсе «Мой голос 22». Условия участия простые. В единый день голосования 9 сентября на своем избирательном участке найдите большой баннер с символикой конкурса «Мой голос 22». Сделайте снимок на его фоне и опубликуйте на своих страницах ВКонтакте, Одноклассниках или Инстаграм. Не забудьте поставить хэштеги «Мой голос 22» и наименование города или района. Сделать это нужно до 11 сентября. У вас есть шанс выиграть iPhone, iPad, PlayStation и даже один из четырех автомобилей Volkswagen. Повод для гордости. Туристские проекты Алтайского края вышли в финал регионального этапа национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Кстати, наш регион в тройке лидеров, представивших самое большое количество проектов. Алтай заявлен в девяти номинациях. Вот несколько из них. Гастрономический фестиваль «Ахфест» заявлен в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма». Авиамодельный фестиваль «Крылья Сибири» претендует на звание «Лучшего спортивного турсобытия». Также в финал конкурса вышел фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» и другие проекты. Отметит ли их жюри, станет известно 18 сентября. Финал конкурса по сибирскому и дальневосточному округам пройдет в Иркутске. Истории поиска красноармейцев из Алтайского края, которые погибли на Карельском фронте, экранизировали. Сегодня в Барнауле проходит показ фильма «Высота». Также в картине рассказывается о людях, которые ведут поиски участники отряда «Высота». О детях, внуках, правнуках, солдат погибших на Карельском фронте. Фильм был снят при поддержке гранта губернатора Алтайского края, режиссер Вера Уразова, член Союза кинематографистов России. Один из самых теплых дней сентября ждет сегодня жителей Алтайского края. Температура будет достигать 28 градусов. Так, в крае будет плюс 23, плюс 28. Местами в западных районах дождь, возможно, гроза. В Барнук также придет лето, осадков не будет. Температура до 25 градусов тепла. А вот на выходных на пляж точно не отправишься. Ожидание ожидается похолодание и дождь. В целом, по данным ЦГМС региона, средняя температура в сентябре составит плюс 7, плюс 12 градусов. А на этом у меня все. Легкой пятницы вам и до встречи в эфире. Не забывайте заходить на наш сайт katun24.ru, а также в группы телеканала в соцсетях. До встречи.